Это Admirals, меня зовут Lembito. Сегодня я покажу, как подключить демо-счет Admirals в MetaTrader 5. Для того, чтобы зарегистрировать демо-счет, нам потребуется зайти на сайт Admirals. Если по какой-либо причине не получается зайти на сайт, можно воспользоваться бесплатными программами наподобие BrowserX. После запуска и активации увидим, что иконка программы стала активна. После этого можно зайти на сайт Admirals. Теперь зарегистрируемся на сайте. Для этого нажмем на зеленую кнопку регистрации. После этого вам предложат заполнить форму. В первом поле выбирайте любую европейскую страну. Затем укажите свою почту. На всякий случай, чтобы не возникло сложностей, лучше, если это будет Gmail. Важный момент. Почта должна быть настоящей, так как на нее будут приходить коды подтверждения. Далее указывайте номер телефона. Для демо-счета не обязательно вводить настоящий телефон. Потом вам нужно будет придумать десятизначный пароль с цифрами, латинскими буквами и символами примерно так, как у меня. Пароль запишите, так как он вам потом понадобится. После того, как заполните форму, заходим в почту. Там вас будет ждать письмо с кодом подтверждения. Открываете письмо, копируете код подтверждения. После этого опять заходите на сайт Admirals. Выбираете «Войти» и в поле для кода вводите код подтверждения из письма. После этого попадаем в личный кабинет и выбираем меню с левой стороны MetaTrader и приложения. Проматываем экран вниз. Выбираем нужный дистрибутив в зависимости от вашей операционной системы. Я выбрал MetaTrader 5 для Windows. Браузер и вкладку не закрываем, они нам понадобятся в ближайшее время. Как только нажали на кнопку, браузер начнет скачивать дистрибутив, который по умолчанию будет храниться в папке загрузок. После того, как скачаете файл, установите MetaTrader 5 на свой компьютер. Для этого два раза кликните левой кнопкой мыши на скачанном файле. Разворачиваем окно браузера и возвращаемся в личный кабинет. Выбираем из левого меню иконку «Главное» и открываем его. Проматываем страницу вниз, «Главное» вниз до меню счета и выбираем демо. После чего нажимаем на кнопку «Открыть счет». Далее выбираете первый пункт «Торговые условия». Это то, что нужно для активного трейдинга и проматываете ниже. В меню суммы уже указано число по умолчанию. Если хотите, оставьте все как есть или укажите свои значения суммы и валюты. После этого жмем кнопку «Создать демо счет». Сразу после этого появится номер демо счета и пароль к нему. Скопируйте их в отдельный текстовый файл. К этому моменту мы скачали и установили метатрейдер. Запускаем его и открываем меню файл. В нем выбираем «Подключиться к торговому счету». После этого откроется меню. В поле логина вставляете данные счета, а в поле с паролем пароль. Номер демо счета будет в шапке метатрейдера. Для удобства торговли в меню «Вид» выбираете обзор рынка. У вас откроется таблица, в которой будет виден тикер выбранного инструмента. Цена, по которой можете совершить сделку или цена ASK и цена, по которой можете совершить продажу или цена BIT. Если на тикер кликнуть правой кнопкой мыши, то откроется меню, при помощи которого можно посмотреть фундаментальные показатели инструмента на финансовых сайтах. Выберем для примера Yahoo Finance. Как только выбрали и кликнули левой кнопкой мыши, сразу попадаем на сайт актива. Мы выбрали Tesla. Для того, чтобы совершить сделку, нужно выбрать таблицы «Обзор рынка», «Нужный инструмент», после чего нажать «Новый ордер». Посмотрим, как открыть сделку на примере валютной пары EURUSD. Когда открываем форму, нам предлагается открыть сделку рыночным ордером. Рыночный ордер – это распоряжение брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Результатом исполнения такого ордера является совершение сделки купли-продажи. Цена, по которой происходит сделка, определяется типом исполнения, зависящим от вида инструмента. В общем случае, покупка происходит по цене спроса – ASK, а продажа – по цене предложения BIT. Разберемся в этом. Когда мы планируем купить или продать валюту в банке, то банк предлагает нам купить выше текущего биржевого курса, а продать ниже текущего курса. Заработок банка – разница между курсами или спред. Также и брокер предлагает нам не одну цену, а две. По высокой цене мы можем купить – это цена на покупку, она называется ASK. По низкой цене можем продать – это цена называется BIT. Допустим, мы решили открыть рыночным ордером сделку в лонг, тогда покупаем по цене ASK. Если цена выросла и мы хотим закрыть свою сделку, для этого нужно продать. Как видим, брокер опять дает нам две цены. Для того, чтобы продать, нам нужно будет совершить сделку по цене BIT. Если собираемся открыть рыночным ордером короткую сделку, тогда продаем по цене BIT. Если цена снизилась и мы хотим закрыть свою сделку, для этого нужно купить. Брокер дает две цены. Для того, чтобы купить, нужно будет совершить сделку по цене ASK. Торгуете ли вы по стратегиям трейдеров или по стратегиям инвесторов? Всегда помните, что торговля на бирже связана с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована, поэтому всегда подходите к торговле ответственно. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите используете ли MetaTrader в торговле, подписывайтесь на канал Admirals и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!